Поправки в главный финансовый документ года депутаты Краевого парламента приняли на сегодняшнем заседании сразу в двух чтениях. Расходы края на помощь участникам СВО хотят увеличить почти на полтора миллиарда рублей. Сделать это планируют за счет коммерческого кредита. Средства будут направлены на создание Госфонда поддержки, социальные выплаты контрактникам, получившим ранения мобилизованным и семьям погибших бойцов. Особое внимание на заседании законодательного собрания уделили и отчету деятельности региональной контрольно-счетной палаты. И снова проблемы в сфере приемки фактически невыполненных работ. Вспомнили и про многострадальный парк угольщиков. 53 миллиона рублей, выделенные на его благоустройство, были потрачены неэффективно. Мы проверяли и в том числе парк угольщиков. И по парку угольщиков палата считает, что все средства на его реализацию были использованы неэффективно, потому что фактически того эффекта, который ожидался при реализации проекта, не получилось. Парка, ну, можно сказать, не существует. Еще один рассмотренный законопроект касался штрафов для забайкальцев за неправильный выгул домашних животных. Причем не только собак, которых с прошлого года можно выгуливать исключительно в наморднике и с поводком. Домашний скот также входит в этот список. Протоколы о нарушениях будут составлять работники ветеринарной службы и полиция. Если первичное нарушение человек совершает, сначала предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. Если человек совершает повторное нарушение, то от 2 тысяч до 5 тысяч рублей. Такая санкция будет предусмотрена законом. Могочинский муниципальный округ решением депутатов замкнул первую десятку преобразованных районов Забайкалья. Законопроект успешно прошел сразу два чтения. Статус региональных законов обрели также документы, предусматривающие преобразование в округа Колганского и Газимурозаводского районов. Григорий Анипер, Сергей Миртов, РТК Забайкалья.